Продолжаем программу. Похолодание до минус 4-6 градусов, которое неоднократно фиксировалось в Запорожской области в течение последних недель, негативно сказалось на фруктовых деревьях, в частности черешня. О видах на урожай знаменитой мелитопольской черешни у специалистов госпредприятия «Опытное хозяйство Мелитопольское» узнавал наш собственный корреспондент Артём Довжик. Из-за внезапных заморозков в начале апреля особенно пострадали черешневые сады, расположенные на песчаных почвах в границах Мелитополя. По ранним сортам рубиновая ранняя, скороспелка, мелитопольская ранняя, июньская ранняя, а также позднему сорту францис повреждение почек достигло 98-100%. Цветочную почечку мы разрываем для того, чтобы посмотреть живой лепестик. Вот видно, что желтенькие – это тычинки, мужские репродуктивные органы, а в центре – зеленый пестик. Значит, вот эта почка живая. В опытном хозяйстве Мелитопольской отмечают, что надежда получить хороший урожай есть по таким сортам, как валерий чкалов, мелитопольская – черная, крупноплодная. На этих деревьях сохранились треть почек. Главное, говорят специалисты, чтобы во время цветения стояла теплая погода и было достаточно насекомых, способных опылить цветки. Садоводы отмечают, что вишни, яблони, персики, абрикосы от заморозков пострадали не так значительно, как черешня. Пока специалисты не торопятся загадывать, каким будет урожай фруктов в этом году, говорят плодовые культуры более других восприимчивы к капризам погоды. К сожалению, вот эти периодически повторяющиеся заморозки, они ставят под вопрос жизнеспособность нашего хозяйства, потому что черешня дает до 40% выручки в общем годовом валовом нашем поступлении средств. Поэтому, конечно, мы всю работу делаем на достаточно высоком уровне, но повлиять здесь на защиту в такие моменты мы не в состоянии. По прогнозам синоптиков, в нашем регионе заморозков в ближайшее время не ожидается. Поэтому мелитопольские садоводы не теряют надежды собрать хороший урожай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова